Только 40% аппаратов искусственной вентиляции легких одесских медучреждений находятся в исправном состоянии и готовы к эксплуатации в случае массового поступления больных коронавирусом. Такое заявление сделала на своей странице в Facebook депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая. По ее мнению, городская система здравоохранения и руководство города демонстрируют полную несостоятельность, а их отчеты не соответствуют действительности. Мнение депутата разделяют и волонтеры. Депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая на своей странице в Facebook выступила с обращением к жителям города, руководству горздрава и городской власти, где проинформировала о своих подсчетах реально исправных и действующих в медицинских учреждениях одессы аппаратов искусственной вентиляции легких. По ее данным, основанным на ответе из горздрава, в городских медучреждениях всего 64 ВЛ. Однако при реальном рассмотрении картины, 4 из них в роддомах, 7 установленные в больницах и также в роддомах, не работают или требуют ремонта, и только 40% аппаратов служат менее 5 лет. Среди них есть и долгожители, 39-летний аппарат искусственной вентиляции легких, который находится во втором роддоме. Официально сообщается о 45 концентраторах, 2 из которых не работают. Но что меня возмущает больше всего? На сегодняшний день опорной признана инфекционная больница. По данным, которые я сегодня только что увидела в ФБ, медики сказали следующее, что у них в наличии только 5 аппаратов искусственной вентиляции легких. Таким образом, 2 аппарата подаренных. Таким образом, я хочу задать вопрос. По нашей информации, официальной информации департамента, у нас 11. Где остальные аппараты и кто говорит неправду? Следующая, 8. Больница признана опорной как резервной. И в этом списке она абсолютно отсутствует. То есть в этой больнице нет аппаратов ИВЛ. Сейчас я просто обращаюсь к руководству города, к мэру в первую очередь, для того, чтобы он реально разобрался с картиной на сегодняшний день. Скажите честно, сколько в наличии ИВЛов? Сколько, какое оборудование еще необходимо? Какие расходные материалы к ним нужны? Обратитесь с реальным списком. Есть люди, которые хотят и могут вам помогать. Это касается жизни и здоровья каждого одессита. Начните думать о людях, а не о схемах. Не о статистике, а о здоровье каждого, кто платит налоги и честно делает свою работу. Под постом депутата свой комментарий оставила председатель благотворительного фонда корпорации «Монстров» Екатерина Нажевникова. Цитирую. По инфекционной до начала этого трэша было 9 ИВЛ. 2 еще установили донор. Еще 5 заказаны городом. Но время прибытия неизвестно. В Водниках было 6, мы установили еще 4. Сегодня еще будет 2. Конец цитаты. Похоже, что на сегодня время реальное противодействие эпидемии полностью лежит на плечах гражданского общества. И тут вопрос. Верхи и вправду не могут или не хотят?